Книга «Открытым оком», вопрос по болезни, 872, 2 том. «Я недавно стала ходить на занятия, а до этого с верующими не был знакома. Люди болеют, потому что не верят в Бога? Верующие болеют гриппом и другими болезнями или нет? Или болезни их обходят стороной?» Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. «Болезни, как и сны, бывают трех родов – от Бога, от дьявола и от злопотребления чем-либо» Иоанна 5, 14. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Болезни – это слуги Божии, иногда предсмертные. Определить греховность человека по его болезни нельзя, хотя у людей есть изречение. В здоровом теле – здоровый дух. О, если бы это было так, как легко бы люди дошли до совершенства духа. Но обычно, как говорит Виктор Гюго, тяга к монастырю – обратно пропорциональной красоте девушки. Перефразируя это изречение, мы можем сказать и о здоровом теле. «Пока нас не прижжет, то мы и в храм ходить никогда и молиться забываем». Болезни – это врачество души. 1 Петра 4, 1. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Очень часто Бог дает болезни соответственно согрешениям, адекватно. Верующие болеют, но во время болезни зловония от них меньше, и выздоравливают они намного быстрее. Это уже доказано даже научно. Только молиться нужно серьезно, со слезами, раскаиваясь в грехах. И никогда к ним более не возвращаться.